Всем привет! И сегодня я хочу вам рассказать, как перепрошить стабилизатор Zhiyun Z1 Evolution на более новую прошивку с официального сайта. Переходим в раздел продукты, выбираем Evolution. Переходим в раздел Download. Для того, чтобы откалибровать и прошить наш стабилизатор, нам необходима свежая прошивка, и утилита, при помощи которой производится прошивка, а также драйвер. У меня операционная система Windows. Для этого скачиваем Windows драйвер, а также фирменную утилиту для прошивки и калибровки Zhiyun Jimball Tools for Windows. А также скачиваем самую последнюю версию прошивки. На данный момент это версия 1.30 от 5 мая 2016 года. После скачивания драйвера открываем архив и запускаем установку для нужной вам операционной системы. Все готово. На этом драйвер установлено. Распаковываем архив с утилитой, которая необходима для перепрошивки и калибровки стабилизатора. В архиве находится приложение Zhiyun Jimball Tools версии 1.1.2 и также распаковываем архив с прошивкой версии 1.30. Запускаем фирменную утилиту Zhiyun. Выбираем продукт Z1 Evolution обязательно, так как у нас именно эта модель. Программа эта универсальная, поддерживается всеми моделями стабилизаторов Zhiyun. Следующим этапом это нужно подключить стабилизатор к компьютеру через микро-USB кабель. Подключается это вот таким вот образом. Слышим характерный звук, сигнализирующий о том, что стабилизатор подключен к компьютеру. Теперь, если мы включим питание стабилизатора и нажмем кнопку Open для того, чтобы подключиться, мы сможем увидеть, что стабилизатор подключен. Здесь начинают появляться разные цифры, сигнализирующие о том, что стабилизатор успешно подключен. Сейчас мы будем перепрошивать стабилизатор. Чтобы перепрошить стабилизатор, необходимо выключить питание, нажать кнопку Open и нажать кнопку Upgrade. Появляется таймер 30 секунд и в это время нужно нам включить питание. При этом автоматически открывается окно с выбором новой прошивки, а также отображается в окне программы текущая версия прошивки. То есть для каждого мотора здесь указывается своя версия прошивки. Но самое главное это версия вот 1.25. У меня была последняя версия. Для этого выбираю версию 1.30. Нажимаю и начинается процесс перепрошивки. Производится процесс перепрошивки каждого мотора. Все. После того, как загорится 100% и появляется надпись успешно, на этом перепрошивка закончена. Можно отключать питание. Сейчас я расскажу вам о том, как откалибровать данный стабилизатор. Для этого вкладка служит IMU Calibration. Чтобы откалибровать, нужно нажать кнопку Calibration. И здесь будут появляться шаги. Вам нужно будет всего лишь следовать рисунку, который здесь указывает, как нужно повернуть стабилизатор вокруг своей оси. Для того, чтобы откалибровать его правильно. Там будет всего предложено 5 шагов. Ну и я думаю, что это не составит никакого труда. Следовать шагам. И следовать подсказкам, которые здесь появляются на картинке. Таким образом можно проводить онлайн калибровку. Подключаем все от стабилизатора. Выключаем питание. Подключаем USB кабель. Как мы можем видеть, данные простые действия позволяют с легкостью нам обновить прошивку этого стабилизатора. Для того, чтобы в нем появились дополнительные возможности и улучшились показатели, параметры этого стабилизатора. И самое главное, что производитель продолжает также дорабатывать старые прошивки и выпускает новые прошивки. На этом все. Рекомендую вам этот стабилизатор к покупке. Так как это очень достойный стабилизатор с усиленными моторами. Который поддерживает не только камеры GoPro, но и камеры Xiaomi, CG-CAM, Amcove и другие модели. А также работает с камерами, дополнительно на которые можно повесить защитные линзы или внешние микрофоны. И моторы успешно справляются с такой нагрузкой. При этом даже не чувствуется, что они дополнительно нагружены. А справляются очень отлично. Всем пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Следующее видео будет о том, как работает данный стабилизатор, о режимах его работы и тестировании в реальных условиях, на улице. В общем, ждите следующего видео. Всем пока.